Привет, друг! Ты на канале JoyCenters, меня зовут Джон Кармилицин, это уже 35-й новостной CG-выпуск с новыми обновлениями, событиями и технологиями. В этом выпуске Tilt Brush вышел в Open Source. Что это значит? Офигенная возможность для создания модов? Ну или продукт пойдет под откос? С перчатками Haptics Glows DK2 получишь истинный контакт с поверхностью VR. Shutterstock приобретает TurboSquid за 75 миллионов долларов, ну и становится крупнейшим в мире онлайн-рынком 3D. В Израиле вернули зрение с помощью искусственной роговицы и кроссовки с Nvidia RTX 3080. Друзья, немного объявления. Очень нужен знающий и умелый специалист в создании рига для персонажей. Не лиц, только персонажей. С нас качественные модели, а с тебя хороший риг для анимации в макап-костюме, плюс чистка анимации после макапа. Это около 5%. Например, где анимация хлопка, руки проходят друг через друга. Ну или где держат предмет двумя руками, нужно правильно сопоставить руки. Софт для создания не важен. Присылай свои наработки, работы, портфолио мне в Telegram или ВК. Ссылочка будет в описании. По сумме договоримся и да, желательно на постоянку. VRTворi получил обновление. Новая версия представляет более точный контроль над объектами, что всегда было слабой стороной в виртуальной реальности. В основном обновление направлено на оптимизацию процессов точного моделирования. Реализовали два новых режима Gizmo – классический и прямоугольный. Классический режим обеспечивает управление масштабированием, вращением оси и интуитивно понятную привязку. Прямоугольный режим упрощает процесс масштабирования объектов, не пропорциональных по любой из осей, ну или тех, которые наоборот пропорциональны сразу по трем осям. Еще внедрили несколько новых настроек привязки, что позволяет изменить размер и положение одного объекта относительно другого. Помимо этого, появилась дополнительная визуальная подсветка и индикаторы для более четкого понимания того, как именно объекты будут привязаны друг к другу. Ну и еще Твори скоро появится в Oculus Quest. Уже сейчас можно подать заявку на бета-тестирование. Вышло обновление AIBM 2021. Оно расшифровывается, как IE Building Modeling. Программа была разработана студией Wiscat, направление которой – разработка игр, ну а также инструментов на основе процедурной генерации для ускорения процесса создания игр, архитектурных проектов и всего того, что используют трехмерную графику. AIBM – это искусственный интеллект, который генерирует модели зданий по заданным параметрам, вместе с интерьером. Софт является портативным, процедурная генерация хорошо оптимизирована, в результате значительно увеличивается скорость построения модели. Все наработки подходят для коммерческого использования. В последнем обновлении версии 0046 доработали дизайн интерфейса. Добавили функцию адаптации программы для каждого размера и соотношения сторон окна. Внедрили эффекты постобработки, такие как Bloom, Ambient Occlusion, Defo Field и их настройки. Еще появилась возможность изменять время суток, облачность, а также настройки света и тени. IBM можно купить за $18. Сегодня, друзья, стартует бесплатный курс от 3dmaya.com по моделированию в мае. На интенсиве получишь базу, необходимую новичку, то есть если не знаешь, с чего начать изучение моделинга, ну и хочешь детальнее ознакомиться с профессией 3D специалиста, то записывайся. Курс длится две недели с чередованием лекций и практик. Предоставит основы моделирования, начиная от базовых по инструментам и до создания своей собственной high-poly и low-poly модельки. Все это для геймдева или мультфильма, ссылочка в описании. Adobe обновил Substance Painter. Представили новый инструмент геометрии mask, ранее известный как UV Tile Mask, который маскировал геометрию на основе цифр UDIM. С новой маской можно скрыть целые участки геометрии во viewport, а после рисовать на частях модели, которые в противном случае были бы недоступны. И это позволяет избежать необходимости, ну например разбивать объекты на несколько наборов текстур. Инструмент использует несколько оптимизаций движка и хранит в памяти только имя меша или номер UV плитки, поэтому повторный импорт маску не повредит. Эффекты теперь можно копировать так же, как и обычные слои. Обновление также добавляет три новых инструмента строчек для ткани. Еще включили несколько новых функций для оптимизации рабочего процесса и, как всегда, исправили ошибки. Ссылочки с подробностями информации в описании. Представили обновление Adobe Substance Designer, предназначенного для создания материалов. В выпуске 2021.1 добавлена экспериментальная функция параметрического моделирования, которая позволяет экспортировать геометрию из viewport в нескольких форматах в любой 3D пакет. Последняя версия также вносит поддержку цветовой палитры Pantone. Теперь есть возможность выбирать, в каком режиме редактировать цвет. Только учитывайте, что по умолчанию он будет установлен на RGB. Добавили возможность отключения определенных нот, что позволяет сравнить различные варианты уже по ходу настройки материалов, без лишних итераций. То есть повторений. Но не все узлы можно отключить. Это зависит от нескольких критериев, а это уже лучше смотреть в документации. Помимо всего этого улучшили производительность и внесли еще несколько полезных фич. Подробнее по ссылке в описании. Также отметим, что интеграция Substance для Blender находится в активной разработке. И в скорем времени, пока точной даты релиза увы нет, материалы Substance можно будет редактировать внутри Blender. Точно так же, как и в других 3D пакетах. И еще немного о Blender. Команда B3D представляет библиотеку ассетов для Blender. Коллекция пока что небольшая. На сайте можно найти различные материалы, модельки, источники света, HDRI, SkySystem, а также шрифты, дорогие друзья. И еще в доступе для скачивания есть несколько дополнений. Подписка на все материалы составляет почти 3 евро в месяц. Инструкция по использованию и скачиванию ассетов лежит на сайте в разделе Subscribe. Ссылочка в описании. Вышла новая версия Arnold 6.2 от Autodesk. Рендер получает новый Light Mixer в стиле V-Ray или Corona для повторного освещения сцены без очередного рендеринга изображений. Также в PostEffect внесли инструменты Bloom для имитации свечения вокруг яркого объекта. Усовершенствованные Arnold Noise и Optics позволяют автоматически снижать шум при рендеринге сцены. И еще осуществили поддержку USD. Заметили, кстати, очень много кто стал использовать этот формат. А также OpenColor.io 2.0. Ну и исправили ошибки. Ссылочка в описании. Project Dog Waffle выпустила обновление Howler 2021.3. Переработали инструменты размытия для повышения скорости, качества и использования GPU. Появилось два новых инструмента. Это размытие виньетки и размытие по альфа-каналу. Ну и еще несколько мелких улучшений и дополнений. Сильно не густо, но полный список по ссылочке в описании. Haptics представила перчатки Haptics Glows DK2. Как сообщают разработчики, цитирую, «Это единственные перчатки с тактильным ощущением, которые смещают вашу кожу так же, как и настоящий предмет. Смещение происходит всего лишь до 2 мм. Каждая перчатка имеет более 130 точек тактильной обратной связи для полного охвата ладоней и кончиков пальцев. Haptics можно использовать в обучении виртуальной реальности, дизайне и робототехнике. Tilt Brush вышел в Open Source, то есть сделал свой исходный код открытым. Теперь VR-программа поставляется под лицензией Apache 2.0. Данный вид дает пользователю право использовать программное обеспечение для любых целей, ну и свободно изменять и распространять измененные копии за исключением названия. Google объявил, что проект больше не находится в активной разработке и что запросы в репозиторий GitHub не принимаются. И еще существующая коммерческая версия программного обеспечения будет доступна в цифровых магазинах, включая Steam и магазин Oculus. Только официально Tilt Brush не поддерживается Google. Мировой гигант в очередной раз отказывается от развития инструментов виртуальной реальности. Совсем недавно они вовсе закрыли Google Poly, то есть онлайн библиотеку 3D объектов. Многие пользователи уже высказали свое мнение и в основном все невероятно рады, только может быть и зря. Скорее всего Tilt Brush потерпит падение. Как это и было Sound Stage для создания музыки в VR, которую Google купили пару лет назад и сделал его также Open Source. Выложил у себя и после этого большая тишина. Пока что открытый код Tilt Brush дает возможность только разобрать код и изучить как был устроен тул. А может быть и наоборот, как раз открытие кода и даст толчок к развитию. В Adobe Substance Source появилось два новых набора материалов. Первый это 26 различных видов мрамора и, как пишут в официальном блоге, это более 200 уникальных вариантов. Для каждого типа мрамора существуют свои параметры, которые контролируют плотность и распространение прожилок в мраморе, обеспечивая полный контроль над направлением и распределением минеральных элементов камня. В бесплатном доступе закинули 4 вида. Сейчас в библиотеке доступно уже более 600 мраморных материалов. Второй набор это 13 различных видов плитки и 3 шаблона колонн, предлагающие несколько вариаций их формы. Ну а также размеры и стиля, конечно, ссылочка в описании. На Gumroad лежит два бесплатных пака с файлами в формате VDB. Пять из них имитируют как бы струю, пара или дыма, а три столкновения пара с поверхностью. Все VDB зацикленные и бесшовные, ну а их можно использовать в коммерческих проектах. Вставлю свои 5 копеек. Зачем сейчас выкладывать VDB файлы? Скачивайте EmberGen и будет вам счастье. Наткнулись на статью о технологии под названием Neural Geometric Level of Detail, сокращенно NGLOT, которая позволяет визуализировать мелкие детали геометрии в несколько раз быстрее по сравнению с существующими методиками. То есть разработчики предлагают более быструю прогрузку лот уровней. Исходный код пока не выложили, но есть статья с обоснованием методик. Авторы намерены выяснить, насколько их система пригодна для рендеринга в режиме реального времени и для игр. Shutterstock приобретает TurboSquid за 75 миллионов долларов. Shutterstock — это одна из платформ, предоставляющих стоковое изображение, видео и музыку. А TurboSquid — 3D-моделей. Особых подробностей сделки в официальном заявлении нет. Однако на протяжении всего пресс-релиза несколько раз отмечается, что это соглашение сделает Shutterstock крупнейшим в мире онлайн рынком 3D. Напишите в комментариях, кто пользуется этими платформами. В Израиле с помощью искусственной роговицы CoreNit K-Pro вернули зрение слепому человеку. Это первая в мире операция по вживлению данных имплантантов. Первым пациентом, получивший K-Pro, стал 78-летний израилетянин, который лишил созрения из-за повреждения роговицы 10 лет назад. Имплант заменяет поврежденную или деформированную роговицу без донорской ткани. Материал, из которого сделана искусственная роговица, полностью синтетический, из-за чего приживается она гораздо быстрее. Вся операция занимает примерно час, а приживается имплант в течение последующей недели. Друзья, представьте, Cyberpunk уже близко. Производители стилизованных кроссов Artifact Studio в сотрудничестве с создателем корпусов для ПК NZXT анонсировали кроссовки, полностью оформленные под ПК со встроенной в подошву картой NVIDIA RTX 3080. Теперь ты всегда сможешь рендерить свои охренительные проектики. В верхней части кроссовка расположен экран, а боковая часть прозрачная. С практической стороны он вовсе бесполезен, а так для коллекционеров крутой подарок. И, кстати, там написали, что выйдет версия, которую можно будет носить. Вентилятор на севере на морозе нашим точно загнется, а вот на юге-то еще можно будет поносить. Спасибо, друзья, за просмотр. Сейчас у нас, как всегда, небольшая подборочка вдохновения. В прошлом выпуске я обещал небольшой розыгрыш, мы его перенесли на следующий выпуск, поэтому не говорите, что я забыл. Удачной вам рабочей недели. Кто художник, тот, наверное, уже и не знает, какой день недели. И до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok